Пользуюсь этим случаем, как бы прежде всего поблагодарить нашего губернатора Красноярского края и правительства за поддержку и развитие оленеводства, потому что в июле, когда было принято решение, что будет увеличены субсидии на одну голого оленя, это вообще позитивный момент в развитии оленеводства в Красноярском крае. Но, опять же, хочу подчеркнуть есть но, есть руководитель агентства по развитию северных территорий, господин Арчуганов, который проработал столько механизмов, чтобы оленеводы просто не получили ни рубля. Ни одно хозяйство на Таймыре не получит данную меру поддержки. Плюс проработаны новые меры механизма, от контроля до сколько должно быть маточного поголовья, сколько должно быть забоя, и сейчас все хозяйствующие субъекты должны вернуть очень серьезные суммы денег в бюджет края. Грантовые проекты, которые были проведены, 22 успешных, хочу опять же отметить, спасибо правительству, что такое проводится, 21 хозяйство должно вернуть в судебном порядке. По студентам, которые получают полутора-три тысячные стипендии, студенты должны заказывать у нотариуса справки, заверять свои документы и платить по 1700 рублей, чтобы получить меру поддержки. У меня просто возникает вопрос, почему, когда правительство Красноярского края в лице нашего председателя, когда губернатор поддерживает прекрасные инициативы, есть такие бюрократы с большой буквы, которые создают определенные барьеры и сложности. Я просто прошу курировающего зама обратить внимание на эту проблему, потому что я считаю, что взаимодействие с таким руководителем, который тебя слушает по несколько часов, но потом делает все наоборот, это очень неправильно. Тем самым он просто подводит большую работу правительства Красноярского края, который наоборот старается, чтобы были механизмы для тех, кто живет в районе Крайнего Севера. Спасибо. Валерий Хольмович, Алексей Игоревич, я тоже хочу обратиться лично нашему уважаемому премьер-министру. Мой коллега Сезоненко прав, я немножко, может быть, скажу чуть больше, чем он в плане углубления. Я просто считаю, что вот эти правительства, вот эти ничем не обоснованные, завышенные требования по порядкам мер предоставления господдержки именно коренному населению, я вообще скажу, что вот это все, когда по этническому принципу это все применяется, это не каким-то уже этноцидом по отношению к северным народам. Потому что там другого понимания в русском словаре, к сожалению, нет. Вот я прошу наше правительство все-таки вот поставить какую-то точку вот в разработках вот этих порядков. Ведь кто-то же согласовывает их, юристы. Вот Сергей Анатольевич же сказал, да, чтобы студенту получить стипендию полторы тысячи, ему нужно сборов оплатить тысячу семьсот. Ну, мы вообще обнулили вот эту меру поддержки. И вот это все там юристы подписывают на каждом, и потом подсовывают уважаемому нашему председателю правительства. Поэтому говорю, еще раз обращаемся. Вот за 10 лет, наверное, уже 11 раз обращаюсь на наше правительство. Давайте наведем вместе порядки, вот в этих порядках предоставление мер поддержки коренному населению. В противном случае будет социальный бунт. Спасибо. Андрей Викторович, пожалуйста. Спасибо, Алексей Игоревич. Но я хотел бы присоединиться. Ситуация действительно непонятная, потому что вот даже будучи директором муниципального леновического предприятия, агентство подавало оно на суд под тем мерам поддержки, по той субсидии, которую мы обязаны были вернуть в кровевый бюджет. Мы полгода судились с агентством муниципального леновического предприятия, и в итоге выиграли этот суд. То, о чем говорит сейчас Сергей Анатольевич, это крайне возмутительно, когда правительство, края и комитет целым, полным составом поддерживает меры поддержки, проделалась огромная работа, чтобы довести эти меры поддержки. Агентство у нас эти деньги потом забирает. Поэтому прошу внимательно обратить. Очень серьезный вопрос. Спасибо.